Я реально потерял соратника, я потерял близкого человека, я потерял отца, я потерял того, кто сыграл колоссальную роль в моей жизни. Плюс в этот же период примерно я сам заболел. Головная боль, очень такая большая слабость, вот, все тело ломит, я буквально не мог функционировать. Ты в глубине души знаешь, во-первых, Бог имеет на это право. Это невозможно без внутреннего глубокого доверия Бога. Служение Слова Благодати представляет. Прямой разговор о судьбах и событиях. Леша, наша семья и наша церковь прошла и еще проходит через очень сложные времена. Расскажите, вот, с вашего личного опыта, с чего все началось лично для вас? Когда вы поняли, что обстановка накаляется ли довольно серьезная в обществе и в нашем штате конкретно? Ну, наверное, самое первое было то, что нам не разрешили собираться. 22 марта, первый раз, первое воскресенье, когда издал наш губернатор штата Вашингтон, издал указ, в котором запрещено собираться в группах больше 250 человек, так как у нас в церкви больше тысячи людей. мы попадали под эту категорию, и вот тогда мы поняли, что это дело, во-первых, оно серьезно влияет на нашу жизнь, во-вторых, оно, скорее всего, задержится, затянется. То есть это не такой быстрый период, который можно пройти очень быстро. Почему уже тогда я это воспринимал достаточно ярко? Потому что я смотрел на то, что происходит в других странах. И ясно понимал, что вот везде просто с отставанием 2-3 недели это идет. И то, что происходит в Италии или во Франции, то, скорее всего, будет здесь через пару недель. Вот. И глядя на это, мы поняли, что обстановка очень серьезная. Этот период осложнился еще и тем, что мы потеряли, вы потеряли отца, я дедушку. И вы недавно сказали, вот на семейном чате вы сказали, что переживали в своей жизни разные времена, даже гонения. Но такого сложного периода вы не помните в своей жизни. Почему? Почему именно этот период самый сложный? Я думаю, что здесь есть несколько, в этом моем высказывании есть несколько граней. И с нескольких сторон на него можно посмотреть. Первое, что я имел в виду, это то, что переживают сейчас все церкви. Не было такого периода, когда мы не могли встречаться. Были периоды, когда нам запрещали встречаться. Были периоды, когда нас арестовывали за то, что мы собирались вместе. Но нас все равно арестовывали не каждый раз. Мы все равно могли спрятаться где-то. Особенно в те времена, 70-е годы, когда КГБ действовало только через информаторов. То есть невозможно было отследить по сотовым телефонам людей. И поэтому всегда были возможности. И в лесу собирались, и где-то в самых разных домах и квартирах, где власти меньше всего ожидали. А это такой период, в который мы сами понимаем, что мы не можем собираться. То есть речь идет не только о том, что нам запрещают, а мы понимаем, что мы, собираясь вместе, мы потенциально можем распространять этот вирус, который кем-то, кто-то переживет его нормально, а кого-то приведет в состояние тяжелой болезни или, может быть, даже смерти. И вот эта вот неспособность быть вместе, вот это, наверное, очень самая сложная деталь. Кроме того, это неопределенность. Неопределенность с точки зрения того, как долго это будет. Второе, что будет после этого. Как власти будут отпускать это. Наверняка они не проведут такую черту, что вот сегодня ничего нельзя было, а завтра, пожалуйста, собирайтесь тысячу человек. Скорее всего, будет какой-то промежуточный период. Как долго это будет? Каким он будет, этот период? Вот. В это же время есть еще один очень важный фактор. Те, кто по-настоящему воспринимал и воспринимает служение, ясно понимают, что наша задача в огромной степени заключается в том, чтобы быть пастырями для своих людей. И особенно вот в эти сложные времена нужно быть близко к людям. Нужно чувствовать им их боль. Нужно обеспечить духовное лидерство. Нужно прийти к ним с писанием. Нужно прийти к ним с любящим сердцем. Нужно прийти к ним с состраданием. А это очень сложно сделать. Мы можем прийти только через Zoom или какие-то вот программы, или через телефон и так далее. То есть вот эта сложность выполнения той ответственности, которую Бог возложил, вот это и делает это время самым сложным из всей этой истории моей жизни и служения. К этому, правда, добавились еще несколько факторов. Как ты уже сказал, это смерть папы, Алексея Ивановича. И это имело такой глубокий, глубокий отпечаток вообще на моей жизни, на моем эмоциональном состоянии. Этот отпечаток был связан с тем, что я реально потерял соратника, я потерял близкого человека, я потерял отца, я потерял того, кто сыграл колоссальную роль в моей жизни. Плюс как потерял. Ну, как-то не так мы планировали. Мы думали, что папа будет потихонечку уходить где-то, ну, стареть, слабеть, мы будем рядом с ним, мы будем... А в нашей ситуации это было так, что я вот с ним разговаривал по телефону и абсолютно не было никаких намеков на то, что это последний разговор. И потом через три часа мне звонят и говорят, что он уже ввели его в искусственную кому, потому что он не может дышать. И через сутки он умер. И мы не смогли даже как следует его похоронить. То есть здесь потеря, плюс она в таких тяжелых обстоятельствах, плюс в этот же период примерно я сам заболел. Моя жена Таня, она немножко раньше, может, пару дней до того начала температурить. Плюс это непростая была болезнь. На протяжении долгих-долгих лет своего служения я практически никогда не брал больничный, за исключением пару ситуаций, где я был госпитализирован по одной или другой причине. Но когда был грипп или какая-то простуда, я всегда это на ногах переносил. У меня никогда не было такого, чтобы я лежал от болезни. А это было достаточно серьезно. Головная боль, очень такая большая слабость, все тело ломит. Я буквально не мог функционировать. И это совпадает с тем, что здесь нужно принимать решение по церкви, с тем, что здесь нужно принимать решение по похоронам. То есть это действительно был очень сложный период. Где брать силу, когда испытания валятся одно за другим? Вот вы не успеваете осмыслить одну проблему, вот в церкви не разрешили собираться, умирает дедушка, потом узнаем, что нельзя его хоронить, потом собственная болезнь. Вот где в это время брать силы? Думаю, что одна из самых больших таких форм или сторон христианской жизни заключается в наличии глубокой связи, личной связи со Христом, которая не зависит от обстоятельств. На мой взгляд, это то, что является стержнем, является фундаментом жизни каждого христианина. Ты этот фундамент и стержень не осознаешь. Вот в реальной жизни ты его не осознаешь. Но он есть или нет? Или он более прочный, или менее прочный? Этот фундамент формируется под воздействием твоего общего духовного развития, формирования твоего понимания Бога, взгляда на жизнь, взгляда на христианство вообще. Это постепенно формируется явление. Но вот когда приходит трудность, помнишь, в 1 Коринфянам 3 главе написано «Ибо день покажет». Вот кто-то строил из дерева сена солома, а кто-то из золота, серебра и драгоценных камней. И вот эти испытания, они вскрываются, с чего ты строил. И вот здесь нужен вот этот ресурс. И, наверное, самое главное в этом ресурсе в том, что ты в глубине души знаешь, во-первых, Бог имеет на это право. Во-вторых, ты не всё можешь понимать. В-третьих, у Бога всегда есть какая-то добрая цель, которую Он достигает, допуская сложности в твоей жизни. И ты права, в действительности, вот тот период был, я сравнивал себя с историей Иова, когда мы в 1 главе читаем «Одно только прошло» или ещё не прошло, вот вестник пришёл, сообщает, ещё он не закончил, другой уже её сообщает о другом каком-то бедствии. И вот для того, чтобы всё это пережить и воспринять, и даже эмоционально переварить, это невозможно без внутреннего глубокого доверия Богу. В это время, когда все эти испытания свалились вот на вас, очень сильно на нашу семью, потом дядя Серёжа попал в госпиталь, вы не перестали быть пастором огромной церкви? Вы продолжаете быть пастором огромной церкви? Церковь ждёт лидерства, церковь ждёт руководства, семья тоже в растерянности, нужно что-то сказать. Вот как вы справлялись или справляетесь с вот этой вот ролью, чтобы всё это успеть и самому эмоционально разобраться? Ну, пастором невозможно перестать быть. Вот тот, кто настоящий пастор, он всегда им будет. Здесь, правда, нужно отметить такую очень значительную вещь – это то, что Бог дал мне очень хороших сотрудников и друзей, которые рядом, которые просто стали в строй, и они просто взяли на себя огромную часть вопросов вообще жизни церкви. Это Виталий Всеволодович Рожко, это Вениамин Викторович Партанский, это другие братья, которые вот в этот момент, тогда, когда нужно было в особенной степени лидерство для церкви, вот, они взяли на себя основную роль. И это, я думаю, и является отражением красоты тела Христова. И это, очевидно, Божье благословение для нас и для церкви. Опять-таки мы говорим о том, что формировалось, что Бог сформировал вот на протяжении вот этих длительных многих лет нашего совместного служения. Изменила ли вас пандемия? Безусловно, в каком-то смысле изменила. Я думаю, что один из главных факторов, который становится для меня ярче вот с каждой подобной ситуацией, земля для меня значит все меньше и меньше, и небо значит все больше и больше. Есть ли в этом сложном периоде, о котором мы сейчас говорили, что-то позитивное лично для вас? Ну вот, безусловно. Вот что-то такое, чего бы вы не получили другим способом, но позитивным. Безусловно. Но один из вопросов, который очевиден, мы с женой и с братьями на протяжении долгого времени молились и молимся о том, чтобы Господь послал пробуждение. Послал пробуждение христианского мира, послал пробуждение в наших кругах, вот где мы находимся, в нашей церкви. И вот то, что произошло сейчас, мы видим, как это всколыхнуло многих людей. Не всех. Кто-то продолжает тосковать за тем временем суеты, которая у них была. Кто-то не может никак сориентироваться в новой реальности. Но все-таки большое количество людей – это люди, которые практически живут, которые ценят особые возможности для общения с Богом, которые возложили свое упование на Христа намного больше и сильнее, чем это было в обычный период. Кроме того, на мой взгляд, эти обстоятельства, они убрали различные формы выражения нашего христианства, в которых было легко спрятаться. Легко ходить в собрания и считать, что ты христианин. Легко участвовать в каком-то активизме религиозном, христианском. И это как-то через это ощущать себя, что ты с Богом. А вот когда ты остался один, когда ты остался один на один с реальностью, с Богом, с жизнью, вот здесь уже каждый человек вынужден дать ответ. Насколько я знаю Господь, насколько Он источник моей радости, насколько Он моя надежда в будущее, насколько Он гарантия того, что мое будущее будет безопасным. И эта новая реальность, она помогает каждому христианину пройти вот этот тест, пройти эту очищающую эпоху или вот дверь в своей жизни, во время которой или проходя которой, Бог достигает своей очищающей и формирующей цели в жизни каждого из нас. Пройдет некоторое время, все вернется на груди своя. А как вы думаете, как скоро христиане забудут этот период? Или то возрождение, обновление, которое многие переживают сегодня, оно это что-то такое, что глубинное, которое останется с ними навсегда? Ну, во-первых, мы точно не знаем, когда все вернется на круги свои. А во-вторых, мы не знаем, в какой степени оно вернется. Мы вообще трудно прогнозировать будущее. Но я думаю, что для многих и многих людей то, что мы переживаем сегодня, окажет такое влияние, которое мы пронесем на всю оставшуюся жизнь. В разной степени. Но когда ты по-настоящему приближаешься к Богу, когда ты по-настоящему ощущаешь в более яркой форме или степени его близость, его реальность, это то, что не забывается. Это то, что остается с тобой на долгие годы. Это то, о чем ты будешь потом говорить многим другим, кто не переживал это. Можно ли за короткий срок подготовить свою душу к подобным испытаниям? Если, например, кто-то оказался не готов к подобным испытаниям, и вот они оказались сейчас, можно ли себя быстро подготовить и достойно это перенести? Или же, если ты не готов, то не готов? Это просто тест. С одной стороны, нет. Вот есть что-то, что формируется годами. Возьми дерево, которое растет много лет, и какую-то былинку, которая вот только что вылезла два дня, как появилась. Ты не можешь ожидать от былинки прочный ствол. Там нет этого прочного ствола. Для того, чтобы он был, нужен опыт практического доверия Богу в разных маленьких ситуациях жизни. Вот почему апостол Павел и предупреждает. Он говорит, каждый смотри, как строят. Смотри, из чего ты строишь. Потому что это то, что накапливается в нашей жизни. Вот почему он предупреждает и говорит, ибо день покажет. Он говорит, будет день, который будет вас проверять. Он говорит, будут обстоятельства, которые приведут вас в ситуацию, в которой вы будете чувствовать себя напряженной. То есть вот для того, чтобы быть готовым к таким дням, нужно серьезно заниматься с собой и своей жизнью в дни благополучия, в дни, когда все нормально. Но с другой стороны, если человек понимает, что вот застали его испытания, и у него очень мало ресурсов, которые были накоплены, он как-то, каким-то образом может приготовить себя. Он может мобилизовать все то, что у него есть. И он может обратиться за помощью к тем людям, которых Бог послал на его пути. И это, во всяком случае, будет лучше, чем не делать ничего вообще. Посоветуйте один-два ресурса, которые могут помочь пережить кризис. Помимо вот священного писания, может быть, есть какие-то книги, которые можно читать, что-то слушать. Я думаю, что есть много разных ресурсов, разного направления. Ну, во-первых, есть много хороших проповедей сейчас. Мы даже на нашем сайте специально сделали подборку, вытешение, подборку в утверждение веры, как проходить испытания, проходить трудности. Вот. Это одна сторона, один тип ресурсов. Во-вторых, есть хорошие книги. И книги можно разделить на несколько категорий. Есть книги, которые написаны людьми специально относительно скорбей, трудностей. Я знаю, есть такая книга у Арси Спролл, не помню сейчас название точно, но связана с тем, как преодолевать трудности. Вот. Есть подобные книги у Джона Маккартура. Одна из любимых моих книг на эту тему, это Пол Билхаймер написал ее «Не растеряй своей печали», кажется. Да. «Don't waste your sorrows». Да, «Не растеряй своей печали». Да, «Не растеряй своей печали». Есть книги, хорошие книги у современных авторов душепопечителей из вот этого крыла душепопечения. Это Паулсон, это «Два брата»… Трипп. Трипп, да. Вот. У них тоже есть разные книги. Просто наберите этих авторов и посмотрите. У них есть книги, когда они пишут конкретно о депрессиях, о страданиях, как переносить трудности. Вот. И так далее. То есть есть вот эта категория литературы. Но я бы особенно выделил другую категорию. Для меня почему-то в такие периоды особенно ценные и дорогие книги, которые просто говорят о Боге. Говорят о небесах. Вот. Это книги Тозера. О стремлении к Богу. Познание Бога. Это книги того же Пакера. Познание Бога. Это книги Джона Маккартура «Слава небес». Я недавно перечитал. Вот. Это книги, которые говорят нам в большей степени о том, насколько прекрасен Христос и то, что Он сделал. Бог и есть благая весть Пакера. То есть вот такие три категории ресурсов я бы посоветовал. Спасибо большое. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова